Сегодня мы продолжаем с вами очень важную тему. Тема, которая касается понимания многих вопросов, а точнее, вопросов, связанных со страданием. Мы с вами вчера рассматривали несколько раундов, как мы определили. И несколько таких речей, в которых участвовали Ио и его друзья. И сейчас я хотел бы, чтобы кто-то кратненько сделал маленькое резюме. Как бы итог того, так к чему привели вот эти вот разговоры друзей? Принесли ли они какую-то пользу? Итак, пожалуйста, у нас есть микрофон. Пожалуйста, у нас есть микрофон. Да, пожалуйста, давайте микрофон, чтобы мы могли с вами это запечатлеть и озвучить для будущих поколений. Я не знаю, правильно или нет, но мне кажется, что все эти разговоры и непонимание друзей Иова, и каждый отстаивал свою точку знания Бога, как они понимали это. Я думаю, что все-таки это привело к тому, что Иов полностью отдался Богу, а уже не на, как говорится, не на помощь людей, на что он рассчитывал, что его кто-то поддержит из близких и знакомых. А у него больше не осталось ничего, только все. Один Творец и все. И больше как бы только с ним. Да, двумя словами, те обстоятельства, которые сопровождали Иова, они подтолкнули его все-таки искать Бога. Он хотел помощи от своих друзей и много раз просил их, чтобы они обратили на него внимание, чтобы они правильно его поняли, но, к сожалению, этого не произошло. И поэтому остался только один Бог. И поэтому Богу нужно выходить на первый план. Хорошо, кто еще может что-то еще добавить сказанному? Значит, разговоры были не напрасны. Будем говорить с такой стороны, да? То есть они имели свой смысл. Просто друзья не поменялись. Но зато Иов, да, он изменился. Хотя пришлось очень сильно перестрадать. Я по поводу друзей. Если такое, столько времени они провели вместе, это друзья, которые были всегда рядом. И тут они его упрекают в том, что он и воды не подал, и там вдову обидел. И это так, ну, для меня это кажется вообще настолько жестоко, что друзья вот так вот его просто... А я хочу добавить еще. Вы представляете, он же их знал и раньше. Что он с ними раньше не встречался. Что разве он не понимал, на что можно рассчитывать в общении с друзьями. Они же были не случайными людьми в его жизни. Я думаю, это были близкие друзья. И вот в этом заключается трагедия. Что когда было все хорошо, то они ему подыгрывали. Но когда ему стало очень плохо, то эти друзья показали свое лицо. То есть мы видим немножечко поверхностность понимания, ну, не скажу, что жизни у его. Но, по крайней мере, людей точно он не умел читать глубоко. А может быть, оно ему и не надо, потому что он был богатым человеком, у него были слуги, он наслаждался жизнью, он жил в свое удовольствие, хотя и был богобоязненный человек. Он жил в своем каком-то мире. И поэтому он не собирался, наверное, углубляться в сущность и порочность человека. И, наверное, он равнял всех под себя. Он считал, что и другие такие. По крайней мере, мне так кажется. Поэтому я думаю, что в этих разговорах раскрылась вся сущность этих людей, и он увидел порочность человека. То есть мы опять связываем ту предыдущую мысль, которая уже была сказана. С этой мыслью. Что, с одной стороны, у Ио ничего не оставалось, как только искать Бога. И мы знаем почему. Потому что он увидел порочность человека. Но что-то он еще не увидел. Он еще не увидел самого себя. Он еще не увидел самого себя. И поэтому разговор с Богом, это как раз поможет ему увидеть самого себя. Я просил вас, чтобы вы пересчитали эту часть из книги Иова. Пожалуйста, кто из вас сделал домашнее задание и может прокомментировать ваше впечатление, как же достигал Бог Иова, чтобы раскрыть лицо, истинное лицо самого благочестивого, непорочного, праведника, у которого была проблема. Пожалуйста. Кто может сказать и поделиться своими впечатлениями? Мы с вами учимся, поэтому я прошу вас, чтобы вы не молчали и спокойно, Божьей благодати могли сделать свой маленький комментарий. Ведь мы учимся иметь точку зрения. И мы должны ее уметь выражать. Пожалуйста. тогда я буду назначать того, кто будет нам комментировать. Пожалуйста, маклюбленный брат, Господи. Дима, да? Пожалуйста, Дима. Вот как ты думаешь, как Бог достигал Иова и помогал ему понять самого себя? Пожалуйста, возьми микрофон. Ты знаешь, поэтому говори, как знаешь. Я знаю, что вот это Сазов. Сазов, Сазов, Бога. С Сиевом видно, что он начинает как бы с Азов и изначально открывается как Творец. ты обрати внимание на то, как все создано и задумайся, откуда оно все как-то вот так. Но мы знаем по принципу, что это первая книга любви и можно и догадаться, и понять из текста, что в итоге через творение мы познаем, ну, Иов познает его как отца. То есть, он начинает анализировать все то, что услышал от разных своих мнений, ну, разные мнения от друзей. То есть, он отбросил греховность, учение о нравственности, да, и он пошел просто к Богу. Он пошел в первой главе, грубо выражаясь, в бытие. Да, к Богу-творцу. Я соглашусь с тобой, действительно, это очень важный момент, потому что, когда мы благовествуем в Евангелии, с чего мы начинаем? Бог-творец, который потом создал людей, но люди отступили от Бога, прервали соотношения, и поэтому между Богом и людьми стала большая пропасть, которую мы называем грехом, и люди сами не могли приблизиться к Богу, и поэтому нужно было быть посредник, тот, который соединил нас со Святым Богом, потому что мы грешные люди, Иисус Христос пришел и взял в грехи всего отчетственного себя, дал нам свою праведность и соединил нас со Святым Богом, и через рождение свыше мы вошли в Божью семью. И поэтому, верой, мы это все принимаем, и когда мы принимаем искупительную жертву Иисуса Христа, как того, который соединяет нас, кто является посредником в этом спасении, тогда мы с вами начинаем идти по этому мосту спасения, входить в Божью семью, рождаемся свыше, и духовно растем уже совершенного полноту возраста Христова. поэтому действительно все начинается из учения по творению. И если мы с вами посмотрим на книгу Ио, то мы увидим, что почти что все это говорили о Боге Творце правильно. поэтому здесь не было разногласий, но это была хорошая точка соприкосновения. Поэтому, когда вы начинаете свою душепописительскую работу, ищите точку соприкосновения там, где вас понимают, сойдите на тот уровень, на котором находится ваш собеседник. Поэтому Бог увидел, что здесь все правильно, значит, его поймут, а дальше он поведет. А дальше он поведет к нравственности. Да, он поведет потом к нравственности. Хорошо, давайте же мы теперь будем смотреть и оценивать речь Бога с 38 по 42 главу в Учительном. Прежде всего, Бог вызывает Иова на суд. Но суд очень интересный. Это не суд обвинения. Этот суд не похож на последний суд у Великого Престола, где будет человек оцениваться, где будет представлена его будущая судьба, где он получит свою плату за жизнь. Но этот суд связан с обвинительными вопросами. И они касаются недушевленной природы. А также потом рассматриваются творения, как львы и вороны, дикие козы и серны. Вспоминается о диком осле и быке, о павлине, страусе, коне и саранче, а также о ястребе и орле. Как вы думаете, вот почему вот такие примеры из животного мира использовал Бог в воспитательной речи, когда обращался к его? Как вы думаете, почему? и так прежде всего показать разнообразие, показать силу, мудрость, а еще почему? как вы думаете? Да, вот когда даже немножечко перечисляя и показывая своеобразный зоопарк пред Иовом, то в этом как бы уже представляется вторая глава книги Бытие. Вы помните, что там было? Когда был сотворен человек? Там было дано указание Адаму назвать всех животных. Помните, да? Для чего нужно было назвать Адаму животным? Именно дать. Для чего? Как вы думаете? Чтобы он имел над ними власть. Мы знаем согласно семитской культуре, что подчеркивает Библия, что если ты знаешь и чье-то имя, ты имеешь над ним власть. Поэтому мы не знаем имени Бога, по тайной, сокровенной имени Бога, потому что тогда мы имели над ним власть. Но когда он открылся нам отцом, то он добровольно ограничил себя по отношению и в общении с нами. Он добровольно ограничил себя. Всемогущий стал как бы не всемогущий. Он сознательно ограничил себя, открывший себя отцом. Теперь ему интересно не просто знать о нас, а ему интересно проживать вместе с нами нашу жизнь. Помните, мы с вами говорили. Он не просто хочет с нами иметь дело как творец с творением. Он хочет с нами иметь дело как отец с сыном. А значит здесь будет конфликтной ситуации. И сын будет непослушный. И это будет боль для отца. Но боль должен воспитывать сына, а не просто уничтожать, карать или еще какие-то делать такие крайние методы влияния и давления. Поэтому теперь давайте мы проведем линию со второй главой книги Бытие, где Адам дает имена животным с тем, как Бог рассказывает о животных своей первой речи. На что он хочет обратить внимание теперь? Как вы думаете? Бог хочет подчеркнуть, что Иов не имеет власти даже над этими животными. Да, он слаб. Если ты не имеешь власти над львом, над вороном, над дикими козами, серными, над диким ослом, быком, павлином, страусом, саранчой, ястребами, орлом, если ты не имеешь власти, то почему ты стараешься еще выше подняться? Ты сначала разберись вот на этом уровне. Встань на уровень хотя бы Адама после своего сотворения. Встань на этот уровень. И ты поймешь, как сложно управлять животным миром. А тем более сложнее людьми. А ведь ты захотел немножечко управлять людьми. И ты вкусил этот вкус, потому что ты был шейхом, ты был большим, известным человеком, по твоим началам было много людей, но ты не понял, что такое люди. Ты не понял. Поэтому он его призывает к ответу. Он призывает к ответу. И какой же первый ответ Иова? Давайте мы с вами посмотрим на слайд, где написано «Мне нечего сказать». Да, Иову нечего сказать, потому что он прекрасно понял, что все не так просто, как он представлял. Что это не только моральная жизнь, но это жизнь управления. И не просто жизнь власти, а жизнь отношений. Он начинает понимать, что оказывается Бог построил этот мир, сотворил его так, чтобы развивались отношения. лев и ворон, дикие козы и серны, дикий осел и бык, потом и павлин, и конь, страус и саранча, ястреб и орлы. Видите, что-то есть близко и в то же время контрастное. И в этом мы видим отношения. Вот если мы с вами начали бы изучать, то мы увидели, что есть определенная связь между львом и вороном. У них есть отношения. Какие? Вот Бог сказал, ты, Иов, считай, смудрым человеком, разберись, как же они между собой общаются. Ты, если не можешь этого понять, тогда тебе более простое задание. А вот дикие козы и серны, как они общаются, что у них общего. Но мы уже можем догадаться, да? Они живут в неприступном месте и они похожи, да, на скалолазов. Находятся в неприступном месте. Им нравятся вот эти вот, так называемые, экстремальные ситуации. А дикие оселы бык? да, наверное, между ними есть что-то такое упрямо, связанное с упрямостью. А вот павлин, страус, конь и саранча. Ну ладно, конь и саранча понятно. Они такие похожи на вид, их головы, да, похожи. а павлин и страус, да, тот красивый, а тот некрасивый. Да. Да. Подозимается конь. Там ведешь конь, наверное, да. не знаю, но вот видите, отношения такие, что нужно было изучить. Ну, ястреби орлы понятно, да, они бьют гнездо на высоте. И здесь можно увидеть, как бы, что сначала на равнине, потом на горах, потом, да, опять спустились на равнину, а потом, что опять поднимаются на гору. И как бы Бог путешествует вместе с Хиом, да, вот как бы не стоит на месте, как бы путешествует, перед ним открывается как бы горизонт этой красоты этого мира. И он говорит, если ты в этом не можешь разобраться, то как же ты можешь дальше со мной говорить? Вот ты не можешь проследить вот эти линии, эти мудрые линии связи, взаимоотношения, которые я устроил, как творец. Начало с этим разберись, встань на уровень первого Адама, и тогда тебе будет легко понимать все. Ио сказал, не, я не понимаю, я не вижу этих связей. Да, ему нужно было пойти в первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс нашей общеобразовательной школы. Тогда бы он понял бы эти все взаимосвязи. Он бы изучил бы принципы зоологии, и он бы понял бы, как это взаимосвязано. Тогда бы он пришел бы к другому предмету, биологии, или учение о жизнедеятельности, например, человека, антропологии. И, в конце концов, потом пришел бы к социологии. А о социологии он бы пришел бы к теологии. И тогда бы он понял, что все это объединяется только одним. патристикой, как говорят современные богословы, то есть отцовством. Отцовством. Что все это приводит к Богу как к Отцу. То есть мы поднимаемся, 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 и потом раз, все, мы вышли за пределы возможного. Превосходящее разумение. И тогда приходит любовь. Тогда открывается любовь Отца. Но на этом Бог не остановился. Ему мало было то, что Ио сказал, мне нечего сказать. Да, это было смирение. Но вот теперь вторая речь. И в какой-то степени вторая речь связана ответом на те вызовы Ио, которые он когда-то говорил в сторону Бога. И вдруг как ответ на вызов Ио Бог вспоминает о бегемоте, Леофане или Латане. Как вы думаете, почему Бог рассказывает о своих любимцах? Ведь правда кажется, что он так ими гордится, он так увлечен ихней игрой, что он приводит в качестве такого яркого примера и свидетельства о бегемоте и Леофане. Некоторые говорят, что бегемот это крокодил большущий, а Леофан это тот змей, который в море. Да, бегемот как крокодил, а Леофан это латан, морское божество в виде змея. И вот Бог рассказывает Иова о них. Знал ли Иова о них? Нет, уже в той местности, где не было наверное ни моря, не было вот этих особых животных. Так почему же он рассказывает о них? Как вы думаете? Почему он упоминает именно о могучих творениях? они действительно могучие, правда? Но они послушные. Они сильнее, чем человек, но они послушные. И не состязаются без Бога, совершенно верно. Они довольствуются тем, что и не имеют. с одной стороны самодостаточные. Так описывает их Господь, когда беседует с Ио. Он говорит о том, что они могут существовать сами по себе. Но в то же время они находятся в смиренном подчинении пред Богом как Творцом. И у них есть отношение с Богом. У него есть отношение. Они зависят. Вот какие они большие они есть, они зависят. И как вы думаете, на что намекает Бог тогда, когда говорит вот эти очень важные истины о том, что с одной стороны такая самодостаточность, а с другой такая зависимость. На что он указывает? Что человек сделал себя самодостаточным, но независящим от Господа. А должен быть зависящим, да. И таким образом второй ответ его какой? Я раскаиваюсь. раскаиваюсь. И в чем же Иов раскаивается? Как вы думаете? В чем же он раскаивается? В своем бунте, да? Он наконец-то начинает не только смиряться, но и быть зависимым. Но зависимым, не зарабатывая себе расположение Бога, а просто живя, как живут и бегемот, и леофан, как животные, как павлин, как страус, как конь, как саранча, как дикие козы и серные, как левый ворон. Они живут и радуются жизни. И не надо ничего никому доказывать. Не надо никому не угождать. Нужно быть самим собой. Поэтому Бог выводит Ио на уровень понимания того, кто же есть Ио. Так кто же есть Ио? Давайте мы теперь подумаем. Кто есть Ио? Венец Божьего творения. Тогда если он является венцом Божьего творения, тогда у него есть и ответственность и моральная. И в дальнейшем мы видим, что Ио проявляет эту моральную ответственность, когда приходят к нему друзья, он готов простить их, привести за них жертву. Он не просто эмоционально кается, он не просто говорит, я раскаюсь в том, что не знал, а только краем уха слышал, оказывается, о Боге. его знания очень поверхностны. Почему? Потому что он не понимал, что с Богом нужно общаться, как с отцом. Нужно общаться, нужно иметь с ним общение. и это общение нас не не делает рабами. Помните, мы говорили с вами? Оно делает нас сынами, но послушными, то есть зависимыми, послушными. И в этом прекрасный пример нашего Господа Иисуса Христа. Просто следующий слайд посмотрим с вами. Итак, перед нами такая сравнительная табличка. Бог свят и всемогуч, и в этом мы можем усмотреть первой речи. И Ио говорит, да, я молчу, потому что я не свят и не всемогущ. Вторая речь. Он показывает себя как творца, как любящего отца всего творения. Ио говорит, а я и не понимал, и не знал, я думал, что Бог просто творец. Я думал, что просто Бог где-то далеко. Оказывается, он так близок, он так интересуется этими животными, он наслаждается игрой Леофана в воде, он восхищается бегемотом, оказывается, он так близок, так насколько же он ближе к людям. Он начинает понимать, что Бог является любящим отцом всего творения и особым отцом Иова. Здесь Иоанн находит отца. В свое время евангелисты Иоанн в первом послании обращаясь к верующим церкви написал следующее. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. На пути духовной зрелости мы проходим сначала младенчество, потом детство, и вот отрочество является переломным моментом. Или мы останемся одинокими, как сатана, или же мы найдем отца, как нашел его Иоанн. Да, друзья Иоанн еще будут на пути познавания Бога, как отца. И в этом Иоанн должен им помочь. Он является как бы первопроходцем, за которым пойдут другие. И я когда размышляю вот об этом особом откровении и как Бог чудесным образом подошел к этому бунтующему отроку, что он пришел не рано, не поздно, а именно тогда, когда нужно было. Когда у отрока никого не осталось, кроме самого Бога. И вот тут начинается разговор. Разговор отца с сыном. В какой-то степени я уже вам говорил, это похоже на книгу Иоанны, где тоже был бунтующий пророк, священник. И когда он пережил очень много трудностей и страданий, и Бог ему сказал, тебе тяжело и больно, и он ответил, да, до смерти. Тогда Бог задавал ему вопрос, а вот посмотри вот на этих людей, на это творение. Как ты думаешь, если я их создал, я могу их просто так уничтожить? Поставь себя на мое место. Ты бы их уничтожил? Разве мне не пожалеть вот этих людей, которые не отличают право от левой руки? и на этом заканчивается книга Ионы вопросом. Но книга Иова не заканчивается вопросом, она идет дальше. Она идет дальше, она идет к тому, что Иов действительно становится сыном Божьим, он имеет отношение с Богом, Бог ему говорит, и он его понимает, и Бог готов через него действовать, и в его семье. И как я уже говорил в прошлый раз, что Бог дал ему вторую попытку быть хорошим отцом. Он дал ему возможность, чтобы дети получили настоящее отцовство и почувствовали вот это вот сыновство, чтобы эти были новые отношения, и таким образом, чтобы развивалось так называемое семейное ученичество, познание истинного Бога. И здесь я опять вижу определенную параллель между книгой Бытие и книгой Иова. Какая же эта параллель, что во времена Сифа, а точнее его уже потомка Еноса, опять стали призывать имя Господне. И во второй жизни, половине жизни Иова опять стали призывать имя Господа как Отца добавим. Разве это не чудесно? И задача Бога в нашей жизни тоже заключается в том, чтобы мы с Ним встретились как с Отцом. И ваша задача как душепричителя заключается в том, чтобы помочь другим встретиться с Богом как с Отцом. Но если вы не знаете того пути, вы не можете быть этим путем истинной жизнью. Если мы с вами не умеем и не знаем путей отношения с Богом как с Отцом, хотя родились свыше, и не умеем общаться с Богом как с Отцом, то нам невозможно помочь другим, кто находится в одиночестве и борется непонятно с чем. и страдает неизвестно от чего. А ведь все так просто прийти к Богу. Пожалуйста, давайте пожалуйста, микрофон пожалуйста. Я вижу, что начинает Бог работать и это очень важный момент, когда мы начинаем говорить. Подождите, пожалуйста, включите микрофон. Да, да, пожалуйста. Получается, Иов не мог дать детям любви, поэтому он не пребывал с ними на праздниках, он не интереснул как бы, он все, что он делал в полусвистенческую жизнь, давая за них эти, жертвы, да? Да. Но когда он познал сам Бога, Творца, как Отца, то он смог и стать настоящим Отцом для всех тех детей, которые Господь восстановил ему. Да, я верю, что это действительно так. По крайней мере, как бы автор ведет нас к этой мысли. И нам хочется верить, что действительно так. Я не скажу, что у него все сначала получалось, что он сразу стал таким хорошим Отцом, но я думаю, что у него был прекрасный стимул и желание действительно отражать эти отношения. Он начал просто в них возрастать. И я думаю, что вот остаток этой жизни это было именно возрастание в познании Отцовства. Вот почему мы еще раз говорим, что это первое послание любви, которое было принято человечеством в должной мере, чтобы потом его передать. Да, потом было послание и для израильского народа, и для других народов. Это послание любви было, и Бог многократно и многообразно из древней говорил отцах пророкам, так сказано нам, например, об Израиле. Но мы же знаем, что Авраам-то был вначале язычником, но и Бог его и там находил и там говорил с ним и вспоминая царя Малаксадека или же того же Иофора, тесте Моисея. Бог говорил и открывал себя, только, к сожалению, по-разному воспринимали, по-разному. Поэтому, какие мы с вами счастливы, что, имея священное описание, мы можем направлять свои отношения в правильное русло. И все зависит от состояния нашего сердца. Пожалуйста, возможно, у вас еще какой-то комментарий, и мы пойдем с вами дальше. Есть еще какой-то комментарий? я знаю, что есть. Я вижу, глаза сияют. Поэтому, давайте, будем служить друг другу и делиться своими переживаниями, впечатлениями, потому что, это тоже очень важная часть нашего обучения. Вы не забывайте, что у нас с вами идет и своеобразная душа попечительства. вы, наверное, заметили, что вы меняетесь. Вы становитесь ближе к Богу. Ваши глазки сияют. Вам не только приятно слышать это, вы это переживаете в себе. Не на уровне знания, а на уровне жизни, так я назову. Поэтому, делитесь сейчас. Это время особого восторга. Присутствие Отца, поделиться той радостью, что вы имеете Отца. Пожалуйста, микрофон. Мне еще так вот импонирует, когда Господь разговаривает с Иоаном, Он вот этих животных всех называет, и тут как бы дает им оценку, да, о том, что, допустим, вот, когда Он говорил о павлине, который оставляет своих детей, которые не любят. То есть, в общем-то, характеры человеческие раскрываются. И, оказывается, животным, птицам, у них, мы тоже можем сравнивать их сердце, да, по отношению, допустим, к своему потомству, потомству, или по отношению друг с другом. животное есть наглядный пример того, как правильно вести себя, и как неправильно вести себя. Ведь, не забывайте, что тогда еще Библии не было. Тогда еще писаного закона не было. Еще не было библейского канона. И поэтому люди должны были учиться, смотря на этот мир, но видеть там морально-нравственные принципы. И это очень важный момент взаимоотношения к познанию как Бога, как Отца. Мы с вами должны не просто читать Библию, мы должны видеть Библию везде. Я вспоминаю случаи в моей жизни, когда я только обратился к Богу, и вот вечером такую пору примерно и в такое же время, то есть это была осень поздняя, вечер, я возвращался из молитвенного дома. Я шел по улице и впереди я увидел разрытую дорогу, яму, и увидел, что она ограждена. Я увидел эти перила, и я подумал, здорово, что вот так люди позаботились, чтобы вечером никто не упал в эту яму. И потом сразу же отец начал мне помогать и размышлять на духовные темы. И у меня появилось чувство благодарности того, что Бог, Он, бегя эти препятствия, эти ямы на нашем пути, Он их ограждает. И Он заботится о том, чтобы мы не упали случайно в эту яму. и мне, когда я размышлял об этом, так стало радостно. Мне так стало, у меня появился такой восторг того, что я нахожусь под такой охраной Бога, что захотелось петь. Пожалуйста. Я хочу сказать, что когда Бог поговорил с Иовом, и Иов понимал святость, всемогущество Бога, и что Бог любящий Отец, потому что Он сказал, я молчу, я раскаиваюсь, потому что в этот момент Он не только знал, что свят Бог, но Он ощущал эту святость, и Он ощущал это всемогущество, и Он ощущал сильно эту любовь Отца. Эта вот любовь Отца, она как откровение к Нему, она просто окутала Его. У меня было такое тоже, поэтому я помню, когда Бог говорил со мной, Он некоторые вещи мне показывал, какие были неправильные, но это было в таком окутывании любви, что я просто плакала от Его любви, от того, что я не знала, а от того, что я поняла как-то это вошло в меня, это было откровение о Божьей любви, вот это очень-очень сильно, и поэтому Он сказал, я молчу, я раскаиваюсь, Он был просто в этой святости, в этой самогуществе и этой любви Отца, не просто зная, а вот просто это вошло в него. Да, вы знаете, я хочу подчеркнуть, что когда сам пережил этот опыт, тогда ты понимаешь вот этот отрывок, потому что его можно посмотреть по-другому, что вроде бы тут берет Бог и вычитывает Иова, правда, кажется, такое ощущение, но это не так, это поверхностное чтение для тех, которые не знают Бога как Отца, поэтому я считаю, что книга Иова, она находится в центре Библии не просто так. Это не случайное Богом определение, что она была не первой записанной в нашей печатной Библии, а где-то в центре, и особенно перед Псалтырем. Я думаю, что это связано с тем, что как бы читая Библию от начала, от первой главы книги Бытие, до момента, когда мы соприкасаемся с книгой Иова, то уже человек что-то понимает. И что он понимает? Нужду в Боге как Отце. Он просто понимает, что дальше жить невозможно. Нет смысла. И поэтому действительно тут появляется особая нужда этого Откровения. После чего будет рождение духовное. Поэтому книга Псалтырь следующая, там показывается духовный рост уже этого сыновства. Ты сын мой, я ныне родил тебя, второй Псалом. Дальше говорится о страдающем Мессии и Откровении, потом, что Бог царствует как Отец. Дальше важность Слова Божьего, как юноши соблюдать в чистоте путь свой. Видите, уже мы доросли до юноши, то есть были детьми, отроками, то есть познали, что Бог царствует, что Он контролирует. Возвратились к Нему во всей полноте. Дальше Слово Божье пребывает в нас, и юноша соблюдает себя, храня себя по Слову Его. А дальше идет что? Хвалебное прославление. Мы вырастаем Мужа Совершенного, и мы готовы встречать Мессию, потому что увидим Его и будем такими, как Он есть, как говорит Иоанн. То есть мы видим даже логическую связь в книгах, утвержденную Духом Святым. Хотя мы знаем, что, например, в Иврите оно было немножечко по-другому расположению этой книги. Но для еврейского народа, например, важно, чтобы это было немножечко позже, уже после, например, того же самого Псалтеря и Притч. И в этом есть смысл. Ну, а для современного христианства как раз вот такая линия, она более предъемлема и логична. Поэтому Бог говорит с каждой культурой особым образом. То есть с людьми каждой культуры особым образом. Он говорит на их уровне. Это мы должны тоже понимать. Поэтому то, что вы сказали, я полностью с вами согласен. Итак, давайте мы сделаем сейчас перерыв. Возвратимся к оценке друзей Иова. Мы видим, что друзья Иова, они как бы следуют определенным принципам или, как сказал, правилам игры того, что Бог награждает одних и других наказывает. Награждает за добродетели, а других наказывает за их грехи. Скажите, пожалуйста, в чем ошибочность друзей Иова? в чем заключается ошибочность? Поэтому тогда Он действительно награждает добродетельных и наказывает грешных. Значит, это правильно они себя вели? Значит, это правильное учение? В чем опасность такого учения для души попечителя? На самом деле, люди, которые грешат, согласно 1 Псалма 72-го, имеют тоже благословение. И один человек верующий сказал, так не напрасно ли я очищал сердце свое? Не напрасно ли я старался приблизиться к Богу, когда грешники имеют благословение? Но с другой стороны, мы с вами увидели, праведный человек страдает. В нашем душепопечительстве мы можем попасть с вами в ловушку. считая, что вот этот человек подблагословением, значит, Бог на его стороне. Ну, давайте вспомним с вами человека, который пиршествовал блистательно из Евангелия от Луки. А рядом находился несчастный, больной, но, может быть, не такой, как Иов, но тоже одинокий, нищий Лазарь. И казалось по всей логике вещей, по этому учению, которому следовали друзья Иова, что ожидало богача? Райские кущи. Куда он попал? В ад. И, будучи в муке, Ада понял, как он заблуждался. И поэтому он просил Авраама, чтобы тот послал вестника на землю, чтобы братья не следовали этому ложному представлению и учению. Но рядом находится другой, который был несчастен, беден, но он почему-то попал на небо. Тогда задаю вопрос, так почему же богач попал в ад, а этот бедняк попал, или этот нищий попал на небо? Что, из-за социального неравенства? А почему? Пожалуйста, давайте возьмем микрофон и будем озвучивать. Я думаю, что если бы вот этот богач наслаждаясь этим богатством делал бы добрые дела, замечал бы Лазаря и как бы как-то бы ему помог, то он бы тоже попал не туда, куда он попал. А так как он наслаждался и других не замечал, бедных не замечал, и страдальцев не замечал, и наслаждался только сам, видно, он никаких добрых дел не делал. Так, хорошо. Итак, здесь проблема была связана с добрыми делами. Значит, из-за того, что он не делал добрые дела, он попал в ад. Ну, подожди, тогда это похоже на учение друзей Иова. Мое мнение, что у бога просто нет рамок конкретно плохих наказывают, хороших обеспечать. У бога нет рамок. И иногда в жизни людей даже хороших есть испытания, через которые они растут духовно и познают Бога. А нет рамок, здесь, допустим, были у людей, что если у тебя есть вот такие-то проблемы, значит, ты только грешник. Это они поставили просто в рамки. Я думаю, что когда мы с вами уже изучаем книгу Иова, у нас уже не будет такого предвзятого одностороннего понимания. Ага, ты грешник, потому что ты поэтому и страдаешь. А вот ты праведный, ты процветаешь. У нас уже не будет такого учения. Мы с вами уже начинаем понимать, что оказывается суверенный Бог. Кому-то дает богатство не потому, что он праведный, а для того, чтобы совершить над ним суд. А точнее, размышляет как отец. Но если он не хочет меня искать, пусть хоть на земле поживет. Ну, а если человек, имея свободу выбора, не хочет искать Бога, так Бог хоть здесь дает пожить. Ну, вот посмотрите на историю богача. Да, он получил уже жизни своей. А этот не получил. Тогда задаем вопрос, а почему же лазер не получил? Кто в этом виноват? Благословение земной жизни достатка. вы хотели быть на месте лазеря? Дело в том, что я думаю, что вот этим препятствием для благословения лазеря был богач. Его неправильное отношение к Богу как к отцу. То есть, он не понимал его как отца. Да, совершенно верно. Бог давал на двоих. а он все для себя. И он не распределял. Он не распределял вот это вот благословение еще и на лазеря. И ну, конечно. То есть, это была классическая проблема того времени. Что Бог благословлял ни одного, а многих, а многих. Бог благословлял Израиль, но в лице богатых людей. Но они это все присвоили, и поэтому другие страдали. И поэтому, если бы они знали Бога как отца, то они поняли, что рядом находящийся это тоже дети, как и они. А значит, они имеют равные доли благословения. И их задача, как мудрых распорядителей, распределить вот это все. Они ответственны просто передать эти благословения. И думаю, что очень интересная мысль для размышления. И я не могу с вами как бы более расширенно об этом говорить, но я думаю, что вы на это обратите теперь внимание. Что оказывается, если рядом с нами находится человек по достатку ниже, и мы видим, что он вроде не заслуживает большего достатка, мы должны подумать, а может быть, я являюсь этим каналом благословения для этого человека. Потому что он рядом со мной находится. и если я не буду этим каналом благословения, то возможно он будет страдать излишне, из-за моего личной жадности и желания жить в свое удовольствие. Я думаю, что это очень важная тема социальной справедливости. Именно как детей божьих. Запомните, это не коммунистическая система распределения. Но здесь говорится о том, что отец хочет всех благословить. Но он дает определенные каналы этого благословения. И через этих людей, через каналы, каналы должны распространиться и достигнуть других людей. Пожалуйста. Давайте мы еще посмотрим на одно очень вспомним, почему же так доказывали друзья Ио. Столько много речей было сказано. Почему никак не захотели друзья смириться в ответ на поведение слова Ио. Почему они старались все-таки доказать, что если Ио пришлось плохо, значит он согрешил. Почему они хотели это доказать? Они не знали это откровение. Хорошо. А вот если бы не знали это откровение, вот то откровение, о котором мы только с вами разговаривали, что Ио потерял все, как вот нищий лазер, а они богатые. Что они должны были сделать в этот момент? С какими словами они должны были обратиться к Ио, видя, что он болеет и возможно скоро умрет? чем мы можем помочь твоей семье? Вот где было утешение. Не доказательством того, что он виновный, а в том, что чем мы можем послужить тебе, друзья. А возможно даже и не задавая вопрос, а просто придя и принеся в дом необходимое, ведь все погибло. Может быть куска хлеба не было в доме. Может быть нужно было просто взять и навести порядок в этом доме, разобрать все вот эти разрушенные построения и так далее. Иногда когда мы приходим в гости к кому-то и мы понимаем, что Бог нас связывает этими людьми как душепопечители с подопечными, мы не должны начинать стараться на их разговорах, а мы должны строить отношения. А отношения строятся с вопроса. Ты читаешь мне своим другом? Да. Чем я могу помочь себе как друг? Не требовать, чтобы нам служили, а искать возможности другим послужить. Если мы имеем благословение, а другой его потерял в какой-то причине, то нужно поделиться с этим благословением. Как вы думаете, возрадовался ли старший брат, когда младший сын возвратился домой, прогулявший все? А почему? Потому что ту половину, которая ему еще оставалась, теперь нужно будет опять делить. там много было причин, но мы просто с вами говорим о том, что иногда казалось бы, мы видим, что этот человек страдает по своей глупости, и мы говорим, страдай, ты же виноват, и стоим в стороне. А может быть, действительно, как дети Божьи, мы будем по-другому смотреть, находясь в других детей Божьих. И возможно, мы не будем думать о том, вот так тебе и надо, или может чему-то ты научишься, когда вот так будешь страдать. А может быть, тут надо подставить плечо. Я думаю, что старший брат мог спокойно подставить плечо вот тому младшему брату, когда узнал, что тот все прогулял и остался нищий, и ему некуда идти. Но в любом случае, ну вы думаете, что, весточка не дошла бы до этого? Да дошла бы. Хоть и сказано, что в дальнюю страну пошел. Ну пусть за 100 километров, но все равно там можно узнать. Не было отношений, совершенно верно. Он никогда не считал его своим братом. Хотя же понятно, что и младший брат, ну давайте разберемся это так же. Он приходит домой, отец готовит кушать. Время отдыха. Свободное время. Куда идти можно? Куда нужно было идти младшему брату? На поле к старшему. Для чего? Помогать. Общаться. Строить отношения. И я думаю, вот это время бы общения на поле, где брат бы все высказал бы. возможно, да. Вот. Еще что-то сделал, как сказано, было только что с присутствующим братом. Но в конце концов, с мужчинами все проще, не так, как с женщинами, там обида дольше у женщин. Но мужчины действительно встретились, обнялись, поцеловались, грубо выражаясь, кулаками, помахали, простили друг другу и пошли выпивать вместе. Ну, так получается в этом миру. Так почему христиане, имея больший потенциал, поступают по-другому? Я отвечу очень просто. Потому что не развивается вот это сущность сыновства. Вот это одиночество и выживание. Не чувствуется вот этого общинности, церковности, не чувствуется это семейности взаимоотношений. Не понимаете смысл молитвы Отче наш. Хорошо, давайте мы посмотрим на следующий слайд. После второй главы мы уже с вами не встречаем ничего о сатане. Почему? почему вдруг сатана уходит со сцены? Он выполнил, а точнее кто теперь будет выполнять его миссию? И представляете какая трагедия? И это более страшная трагедия. Как-то Давид в одном экспраструке сказал так. Если бы меня ругал бы враг, то это еще так. Но это тот друг, с которым мы ходили в дом Божий, которым делились особыми переживаниями, вот он поднял на меня пяту свою. Самое тяжелое это то, что рядом находящиеся друзья, на которых ты полагаешься, они тебе ставят нож в спину. Самое тяжелое предательство от друзей. А теперь давайте мы с вами свяжем параллели предательства, которые совершили ученики Иисуса Христа. Как вы думаете, что переживал Иисус Христос, видя явное свидетельство предательства? Как он вел себя? Он прощал. А что означает слово простить? Во-первых, нужно сначала понять, почему они так поступали. И как адвокат он мог найти много причин для их оправдания? Какая же главная причина, которая была озвучена Иисусом Христом, когда его распинали на кресте? Как же он обращался к Отцу? Отче прости им, ибо они не знают, что творят? Да, но мы говорим о том, что вот этот принцип не знают, что творят. А знали ли ученики, что они творят? Частично два? Да, частично нет. Почему они не знали? они так и не выросли еще в сыновстве. Они смотрели на него, как на учителя, но не видели в нем Отца. И поэтому они и предали его. Совершенно верно. Ну, вот давайте так вот подумаем немножечко. легко предать отца. Чужого человека легче предать, да? А вот того близкого человека, которому мы называем отца, тяжело предать. Какой бы отец плохой не был, мы его любим. потому что отцов не оценивают, а их просто почитают. И так же написано, да? почитай отца твоего и мать. Да. Не оценивают, хороший он или плохой. Мы не выбираем родителей, они нам дают жизни. И поэтому у нас уже невольно есть частичка наших родителей. Вот когда христианин чувствует в себе вот эту частичку Бога, которая его связывает с отцом, вот тогда развиваются эти сыновьни отношения. А что это за частичка? Святой Дух, да. Сей самый Дух, святый Дух нашему, что мы дети Божьи. Тогда мы сделаем вывод, почему же эти друзья, которые пришли, почему они заняли место сатаны? Потому что они не дали места чему? Или кому? Святому Духу. Да. А значит любви, совершенно верно. Там, где Дух Святой, там будет любовь. Да. Они не дали простор единению, которое делал Святой Дух. Когда уходит Святой Дух с нашего общения? Какие причины этому? На Первом Послании Кефесянам в этом говорится. Мы огорчаемся Духа при определенных условиях нашего поведения или взаимоотношения с другими людьми. Какими? Помните вы? Нет, давайте мы все-таки с вами прочитаем, чтобы мы поняли, когда теряются отношения единства тела Христова. Я читаю с 30 стиха 4 главы Слави Кефесянам. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Не делали ли это друзья Иова? Нету ли каких-то сход с тем, что они как себя вели? Было ли там раздражение? Да, было раздражение. И гнев там был. Может, крика не было, хотя, может быть, и кричали где-то. Мы не знаем. Трудно определить. Да, и злоречие точно было, и злоба была. Это надо было что? Удалить. Удалить нужно было. А что должно было быть? но будьте друг другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. К сожалению, Ио попал в ловушку. Да, он тоже возмущался, и где-то было чувство прощения утеряно. У него не было стандарта. Он еще не знал Христа. И поэтому, видите, отношения не были даны для Святого Духа. Не были. И поэтому пришел другой Дух. Запомните, когда в каком-то общении, например, на шленском собрании, или в каком-то исследовании Писания, когда начинаются споры, то Дух Святой уходит, и приходит кто-то другой. И тогда, если будет ангел наставник, здорово, а если его не будет, тогда можно дать место дьяволу. Я думаю, что это очень серьезная истина. Поэтому, как душепричители, вы должны понимать, что иногда мы можем с вами попасть в ловушку и стать представителями не Бога, а кого? А дьявола. Дьявола. И мы уже будем не созидать, а разрушать эти отношения своим душепопечительством. Да, 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 можно сказать, что души, да, душить будем, а не попить. Да, да, да. И поэтому, видите, как они достаточно умело отстаивали точку зрения Сатаны. Сатанаш тоже хотел доказать, что Иов-то. Грешные виновные, правда? Пред Богом. Они отстаивали эту точку зрения, хотели доказать самого, и уж это грешный. Хорошо, давайте пойдем дальше. Важно правильно общаться, и тогда будут эти тормозы. И тогда у нас не будет этого желания кому-то что-то доказать, потому что мы, по сути, доказываем Христу. Мы не бечуем кого-то, мы прежде бечуем Христа. Если это, еще раз повторяю, где собраны верующие, дети Божьи, дочери сыновья Отца Небесного, мы собираемся вместе, то между нами находится Христос, и Он тоже получается первый, по которому идет удар. Но если это дискуссия с инакомыслящими, даже врагами Христовыми, то все равно Христос находится, и Он нас невольно соединяет, но через небо, потому что Он великий Ходотай, пересвященник, и Он что, не желает, чтобы кто-то погиб, правда? Поэтому опять же, невольно я, говорю не просто на горизонтальном уровне, я говорю через престол, к этому человеку. Я хотел бы, чтобы это запомнили, потому что в книге Иова как раз говорится, что о горизонтальных напрямик удары, а один другого бьют, бьют, почему мы назвали с вами боксерский, боксерский такая вот ринг, схватка, потому что действительно там такие удары друг другу наносят. И я хочу сказать, что в конце концов его очень беспощадный. Он добивает. Одного прибил, то замолчал, потом второго, потом третьего, и тут выбегает уже зритель. Я сейчас покажу, как нужно Иова нокаутировать. и Бог его вовремя убрал. Вовремя убрал со сцены. Да. Поэтому, видите, у нас должны быть спокойные рассуждения. Вот у кого, у кого должны быть спокойные рассуждения. А значит, мы должны понимать, что у нас не горизонтальные отношения, а отношения через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Или же Он стоит между нами, если мы дети Божьи, да? Или же Он через престол влияет на это общение, и мы невольно опять, хотим ли или не хотим, но мы влияем на Христа. Мы Его обечуем в первую очередь. Или же делаем ему приятную в первую очередь. Хорошо, давайте мы посмотрим следующую мысль, которая нам помогает. Дело в том, что Иов находится в середине вот этого потока событий. Он находится в середине этой драмы. Он не видит себя со стороны. Иногда мы тоже с вами тоже находимся в таком положении, что ограничиваем себя, сознательно ограничиваем какой-то территории, грубо выражаясь. Мы не хотим смотреть в контексте большого, большой картины, как я назову. Кто из нас скажет, что, например, сегодняшнее наше обучение в какой-то мере связано с той погодой, которая находится сейчас в Одессе. А давление, давление воздуха, атмосферное давление, разве не влияет на наши с вами отношения? да, но почему-то мы сейчас об этом забыли. Кто-то, может быть, вовремя не покушал, и идет тошнота, поступает к него изнутри, головокружение начинает. Это тоже может повлиять? Как душопричители, вы должны оценить многие вещи. Вы знаете, что есть такие таблетки или лекарства, которые очень сильно влияют на мышление людей. И человек смотрит на окружающий мир в черно-белом цвете, реально в черно-белом цвете, принимая эти таблетки. Как вы думаете, что он чувствует так себя, когда он принял такие таблетки? Мне кажется, что он считает себя очень недуховным. Он считает, что что-то у него действительно какая-то проблема. А может даже бесноватость? Двух раз из цветного стало все черно-белым. А потом раз опять цветное изображение. И вот к вам приходит такой человек. И вы начинаете искать в нем беса. А проблема это в лекарствах. То есть вы должны иногда изучить даже даже будем говорить то, какие лекарства принимает этот человек. Это тоже влияет на работу души попечителя. мы должны с вами понимать, что это не просто какая-то ограниченность. входит многое что. Человек не отдыхал, поэтому раздражительность. причем здесь греховная природа? Здесь просто усталость. Это защитное свойство организма. Сонливость. А почему он спит на служении? А почему он тогда поздно век спать? Вот возможно такой будет вопрос противоречия. Человек не отдохнул, мало спал, не хватает воздуха, много людей собралось. начинается сонливость особенно пожилых людей. Мы называем их недуховными. Друзья мои, мы смотрим как-то ограниченно. Мы находимся внутри движения и не выходим за пределы. А нам нужно иногда подниматься выше. Я люблю подниматься в горы. Знаете, почему я люблю подниматься в горы? Потому что, во-первых, открывается большой вид. А с другой стороны, я начинаю наблюдать за тем, что происходит внизу и очень интересно. И я вспоминаю, как я поднялся на небольшую гору возле Свалявы, это в Карпатах, и как раз проезжал поезд, который приближался к станции. Я стоял на горе, я видел, как внизу там люди, видно, маленькие-маленькие такие они там ходят, что там двигается, машина проехала, и поезд идет. И я смотрю, как он едет, а если он на месте, а он едет, я вижу, как он движется, как он движется, я стою на месте, я все вижу. Для меня это стационарное состояние, а для него, для этого поезда, это большая скорость. Вот нечто подобное, оно отражает понимание и взгляд Бога на нашу жизнь с вами. Он стоит выше нас, и он видит то, что не видим, видим мы. Поэтому книга Иова как раз и вначале показывает нам эту большую картину, показывает небо. Что там происходит? И поэтому во свете этого мы можем что? Спокойно слушать споры всех сторон. Зная, что Ио непорочный. Когда я стоял на горе и видел, как там ездят машины, люди ходят, и как едет этот поезд, как вы думаете, какие мысли у меня были? Что поезд обязательно дойдет до своей станции. Там не было никакого-то там заграждения, там не упало дерево, там ничего. Поезд дойдет благополучно до станции. Ему ничто не будет препятствовать. Я смотрел, как поезд подходит к станции, он подошел, остановился, люди вышли, и дальше он поехал в своем направлении. Я не переживал. А вот представьте, описывайте, какую сейчас картину. Я стою на горе, и вдруг проезжает поезд, и вдруг там где-то впереди происходит что-то невероятное. завал каменный. Какие мои действия? Да, сразу же, телефон, звонить, кричать, трубку, переживать. Тогда действительно нужно переживать. Нам нужно подняться над ситуацией и посмотреть все со стороны. И себя увидеть, и других посмотреть. И увидеть, действительно ли там напряжение есть, или там его нету. Может быть, зря мы не тушимся, создаем проблему. Зачем переживать там, где все нормально, все идет хорошо. А это значит посмотреть на себя со стороны, оценить все факты, все за и против, например. Общаясь с человеком, тоже это. Вот. Например, мы будем с вами рассматривать и оценивать поведение Иова. И у нас появится желание, что он там недуховный, чуть ли не грешит. А мы спокойно относимся, потому что у него просто выражение эмоций. Больной человек, который страдает, мучается, он просто кричит и не знает, как себя вести. И поэтому он говорит то, что приходит ему на ум. И там нет никакого греха. Там не нужно его спасать. там нужно ему сострадать. А в другом месте действительно мы видим, что человек дает место дьяволу. Хорошо. Еще последнее перед перерывом. мы с вами поймем согласно вот тем утверждениям, которые здесь написано, что оказывается проблема вот этих вот несчастей заключается не в том, что Ио грешит, а в том, что он не понимает что происходит в нем. Он не понимает своей греховной сущности. И поэтому он так доверяется своей совести, думая, что она на ее стороне. Поэтому когда вы общаетесь с кем-то из подопечных, не подозревайте их, что они лукавят. Они действительно верят то, что говорят. ну просто поймите, что они попали под обольщение своей природы и своей оценки, которую мы называем, назовем совесть. Они оценятся своей позиции. Ну давайте представим себе такую ситуацию, что человек, который живет в грехе, он к нему привыкает. и когда мы говорим слушай, ты живешь неправильно, то что она нам отвечает? Я живу хорошо, мне нравится моя жизнь. Поэтому что вы мне говорите? Поэтому так надавливая, мы ничего не приобретем, и наоборот покажем себя как фанатикал, как людей ограниченных на нас будут смотреть на каких-то доисторических животных, которые почему-то еще живут. Поэтому тут, наверное, нужен какой-то другой подход. Подход, который заключается в том, что нужно совесть отдавать под руководство Иисуса Христа, чтобы Он все рассмотрел. Думаю, словами, все события отдать на оценку Иисуса Христа и Его Слово, но не совесть. Потому что совесть может быть и сожжена, она может и предать тебя, она будет устареть и дремать. Поэтому Ио видел, что Он не заслужил этих ужасных несчастья, только потому, что надеялся на оценку, на внутреннюю оценку. Потому что ушел от понимания того, что есть нечто другое, Божьи стандарты и мирила. Итак, давайте сейчас мы сделаем еще перерыв. Было ли у вас такое ощущение, когда вы читали диалоги, которые записаны в речи между Иовом и его друзьями, что Иов ведет себя не всегда, грубо говоря, по-христиански. Видели вы там вот ту порочность и раздражение, и гнев, и возмущение, и сарказм. Вы знаете, да, как вы открытому отнеслись бы? Что бы мы сказали о нем? Взяли, наверное, замечание, да? Сказали, что он не духовный. Друзья мои, возьмите кто-то микрофон и ответил на мой вопрос. Это не риторический вопрос. Я хочу, чтобы сейчас подумали. Вот, читая об Иове, что он гневается, он возмущается, он чуть ли кулаком до Бога не махает, да? Он вот смеется над друзьями, саркастически относится к ним, он унижает их, он дает, как говорится, сдачи, когда ему очень больно, он еще больнее делает им. Как вы посмотрели бы на то? И как бы вы его оценили? Пожалуйста, кто хочет? Пожалуйста, возьмите микрофон, пожалуйста, микрофон. Пожалуйста. Вот, вот, с чисто честной стороны, как бы мы подошли, как бы мы с вами оценили со стороны вот такое вот отношение? что он как неправильно себя, что он как не смиряется, не слушается тех доказательств, которые приводят его друзья. Он никак не реагирует по-своему, не так, как они ожидали, может быть, что он будет реагировать. Нет, друзья мои, я хотел бы, чтобы наше с вами было ощущение, впечатление и оценка того, как ведет себя Ио. Что бы мы подумали про него? Пожалуйста. Мне кажется, что, столкнувшись с этим, мы бы сразу пришли к какому-то осуждению его, о его действительно недуховности, о его непочтении к Богу. Но, с другой стороны, мы не можем понять то, чего он переживал, и наше осуждение, оно было бы неверным однозначно. Потому что мы бы оценивали согласно своего нервоззрения, попали бы на самую ошибку, совершили бы, что его друзья. Мы не знаем всей картины. Мы находимся как бы вроде бы и рядом, и в то же время как бы в стороне. И как очень важно помнить, да, о небесном разговоре и оценке Иова. Я хочу сказать, что очень важно помнить еще одну вещь в работе душописителя. когда вы общаетесь с верующим, вы должны всегда помнить, что он дитё Божье. Пусть даже и грешащий, пусть возмущающий, кричащий. Он дитё Божье. Это самое главное откровение. И в этом его непорочность, от которого не зависит, потому что эта непорочность возложена им кем? отцом. Поэтому рождённый от Бога грешить не может, потому что семья Божия пребывает в нём. Что рождённый от Бога? Вот рождённая сущность новая, она не может грешить христиане. Это новый человек не грешит. Старый человек грешит. И я грешу. А новый человек не грешит, рождённый от Бога. А что ему остаётся страдать? Это же подобно тому, как Измаил вырос, а потом был Исаак. И Измаил притеснял Исаака. Поэтому ветхий человек теснит нового человека. А при этом страдает кто? Сара страдает. и Авраам страдает. Кремя словами, вот наше вот это естество, наша душа страдает. Наш дух страдает. Если мы приведём такую параллель, что Сара это наша душа, а Авраам это наш дух, то понятно, что вот Измаил это ветхий человек в этой семье или в этом нашей сущности, да? Духовной нашей жизни. А Исаак, который маленький ещё и меньше, это новый человек. И поэтому идёт притеснение. Но мы ж не видим, что Исаак даёт сдачи, да, Измаилу. Он страдает. Поэтому мы всегда должны помнить, что там есть Исаак, но он маленький. потому что да, но ему надо кормить, чтобы он рос. Значит, его надо поить, кормить, да, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти его спасение. Да, его нужно кормить, потому что о ком мы заботимся, с кем мы имеем отношение, тот, кого будем и кормить. Если я, например, люблю смотреть там фильмы боевики, кого я кормлю? Наверное, старого человека. Но когда я читаю Библию, кого я кормлю? Старого человека. Ну, не, ему это не нравится. Ему это скучно. ему давай больше крови, оторванных голов, несчастная любовь, месть врагам и так далее. То, что в Голливуде, да? Все, вот это, вот это, вот, это вот тем, что кормят, да? Ветхого человека. Но если что другое, такое скучное Библия. Поэтому сегодня смотрите, что происходит. Замена писания печатного слова на что? на зрительно видимое так называемое слово, скобочка голливудовская, да? Поэтому не зря было сказано, что 21-е столетие это начало новой вехи информации христиан через фильмы, когда будет постепенно убираться значение печатного слова. Поэтому я хотел бы, чтобы вы всегда помнили, что печатное слово нам будет напоминать об истине. И первая истина в том, что я должен верить, что общаясь с человеком, у которого куча проблем, смотреть не на грешника, а как на Дитя Божье, в котором еще маленький Исаак. Он еще не вырос. Ему нужно помочь развиться. Видите, совсем другой подход. Да, мы видим проявление греховной сущности в возмущениях Иова, но мы знаем, что у него есть непорочность, потому что Бог сам это сказал. И нам есть подсказка в этом, потому что первая и вторая глава на это делают ударение несколько раз. Поэтому, когда мы общаемся с другими братьями, сестрами, мы видим, что назревает конфликтная ситуация, мы не должны превращать их в врагов. Мы на одной стороне. Просто у нас отношения еще не развиты так, чтобы стало честно друг с другом, лицом к лицу. Вот где сущность освобождения от боли, страдания и обиды, чтобы не удалиться от кого-то, а наоборот приблизиться к нему. Я возвращаюсь назад опять к богачу и Лазарю. Что не понимал богач, смотря на Лазаря? Что он не понимал? Он не видел в Лазаре кого? Да, духовного брата. Он не видел. он видел социальное расслоение, то есть разделение между ними было чисто социальное. И он не видел, что рядом с ним тоже имеющие семьи жизни. А почему не так, правда? Если бы он увидел, тогда это говорит о том, что у него тоже семья есть. Ведь мы общаемся и мы чувствуем по духу, что мы братья и сёстры. И поэтому как рыбак рыбака видит издалека, так и дитё Божье видит тоже дитё Божье. Но иногда мы не замечаем, потому что эти боли, которые нам сделал кто-то чисто случайно, или неправильно восприняли кого-то, они внутри нас создают напряжение или отделение от этих людей. И мы не чувствуем, что это тоже дитё Божье. Мы начинаем как равнять духовный недуховный, грешник негрешник. А оказывается послание первой любви говорит совсем о другом. Любовь говорит посмотри, а это тоже дитё и люби его. любовь не заслуживает, любовь просто дарит. Дарит в отношениях. А как показать эту любовь своим отношениям, что это дитё Божье? Увидеть вот этот образ Бога в человеке. Как это сразу ставится на свои места? мы сильные, да, не должны себе угождать. Помните послание Николая написано? Это главе. Но мы должны угождать кому? Слабым. Почему? Не потому, что мы сильные, а они слабые. А почему? Потому, что мы имеем одного отца. Потому, что мы братья и сёстры. Потому, что в семье по-другому нельзя. И поэтому я готов нести его бремя. И своё бремя, и его бремя. Почему? Потому, что он тоже дичо Божье. Вот какая весть звучит, когда мы с вами размышляем об этих разговорах, которые идут. И нам хочется его тоже судить. Но Бог его не судит. Потому, что он знает, что в нем зарождено вот это семя сына. И его просто не воспринимает. Он не научен. Не было у него наставника. Не было того отца и духовного, и физического. А как понимал, то и жил. И поэтому отец делает всё возможное, чтобы приблизить себе сына. И это достигается. И вот там и красота этой книги. Но в то же время мы видим, что и в друзьях Бог видит это семя. Или не так? Видит это семя. И хотя они занимают место сатаны оказывается. Да, это учитывается Богом. Надо принести жертву. Но с другой стороны Бог не отлучает их от общения с его. А наоборот что? Приближает через жертву. мы приближаемся друг к другу через жертву Иисуса Христа и объединяемся Святым Духом под благословением Отца Небесного. Вот какой принцип. Дух Святой нас объединяет. Незримо объединяет друг другом. Но все обиды проходят тогда, когда мы понимаем, что из-за него, из-за меня Христо страдал одинаково. Поэтому чем больше мы понимаем свою греховность, тем больше мы любим. Чем ближе мы другим и тем больше мы готовы прощать других. А если человек не прощает, это потому, что он просто не принимает любовь. Он просто одинокий сирота. Пожалуйста. очень важный момент. И он чувствует, что Бог предал его. Это во-первых. Во-вторых, он понимает, что все стали его противниками. Может ли быть у дитя Божьего, в котором семя не жизни, этот маленький такой Исаак, вот такое состояние, что я один и души мои ищут. Не слышали ли вы иногда выражение «Я один, все против меня, никто меня не любит». Слышали, да? Друзья мои, а как бы вы помогли такому человеку? Что бы ему сказали? Красиво, да? Начни с себя. А еще хуже будет? Я и так один. что тут уже начинает себя? Я жертва. Они все против меня восстают. Вот что бы вы сказали такому человеку? Зная то, что мы уже с вами говорили, это дитё Божье, но оно чувствует себя одинокое, говорит, я несчастный, я один, и душе мои ищут, никто меня не любит. Что бы вы сказали? Ой, красиво, Бог тебя любит. Бог далеко, я на земле. Да, сказать, ты не один, я рядом с тобой, есть уже нас двое. Мы встретили за два одиночки, как здорово, а я думал, что я один. А теперь смотрите, я возвращаю вас опять к истории о старшем и младшем брате. Я опять возвращаю вас к истории о старшем и младшем брате. Помните, да? Один чувствует свое одиночество далеко, старший брат ему не помогает. И в то же время старший брат считает себя одиноким в доме отца. что же делает отец, чтобы их соединить? Что он делает? Пир совершенно верно. В застолье всегда все прощается. Да, по 50 и хватит об этом, кто-то сказал. Да, да, застолье объединяет, но смотрите, старший не захотел пойти. старший не захотел пойти на этот пир. Что бы вы сделали на месте отца? Что бы вы сделали на месте отца? Уговорили бы, да? Я просто бы тоже ушел бы с пиром, да? Чтобы не почувствовал, то есть я бы строил как отец отношения со старшим братом. Я строил бы, я бы сказал, слушай, ты знаешь, для меня ценнее сейчас не это торжество, а то, чтобы тебе сказать, что я люблю тебя, я готов это время уделить тебе. А младшим младший пришел уже, младший уже празднует с друзьями, да, и он уже отца не видел бы, он уже чувствует, что он в доме, да. Там уже разговор произошел с отцом, он понял, что отец его принял, а вот этот-то остался еще одиноким, тот уже пусть неправильно повел себя, не пошел на поле, не помирился с своим братом, я понимаю, обида, все-таки есть обида, но все равно через некоторое время отец начнет их сдруживать, но только в том случае, если старший сын будет доверять отцу, поэтому завоевывая доверие посредника, он сможет соединить двух враждующих, поэтому иногда вам придется быть теми людьми, которых попросят вас решать какой-то конфликт между двумя людьми, и вам надо будет задача их примирить, соединить вместе, но для этого вы должны понять, что вы не имеете права решать конфликт двух людей, если вы не имеете с ними отношения, если будете комменти с одним отношением, то вас обвинят, что вы на той стороне, если на другой, то вас обвинят на той стороне, поэтому вы должны понимать, что не на всякие вопросы вы должны вмешиваться, судьей, быть третейским судьей, то есть когда совершил брать против брата, и они не поняли друг друга, и вас приглашают свидетелей этого конфликта, не спешите делать это, душевопечитель не старается примирять, он старается налаживать отношения, везде. Что нужно было сделать, например, вот этому молодому человеку, который считал, что он вместо Бога, вот если вместо Бога, как бы Бог поступил на твоем месте, когда все трое и четверто разругались между собой. Что нужно делать? Он взял всякие побил, всех пообвинял, и Иво поругал, и Лепаза, и Сафара, и Билдада, все, все виновны, да, всех побил, прекрасно, да, вот так тоже иногда и тоже решают конфликты ситуации. Третьейский судья говорит, и ты виноват, и ты виноват, вы все виноваты, я прав. Да, так бывает, да, вот так бывает, к сожалению. А что нужно было делать? Он сказал, друзья, а ведь здесь братья, давайте я вас соединю, рука в руке, ты не боишься, прокаженного коснуться? соединить. Конечно, это сложно, но это направление и цель, вы понимаете? Мы должны с вами понимать, что наша задача объединять. Мы должны быть звеном, соединяющим две враждующие стороны. Поэтому Христос стал таким, что и евреев, и язычников Он объединил в себе, чтобы создать в себе нового человека. Он стал объединяющим звеном. И христианство как раз на это указывает. Потому что мы понимаем, что Иисус Христос открыл нам Отца. И как старший брат, Он ответственный нас смирить. Хорошо. Давайте еще посмотрим. В-третьих сказано, что Иисус стоит перед лицом неразрешенной дилеммы. Он не может отвергнуть Бога. Да, у него есть богобоязненность, и Бог это подчеркивает. И поэтому он боится лишиться непоколебуемой веры в любящего Господа. Потому что это самая главная его ценность. Вы помните, не главная ценность его жена, дети, для него главная ценность это Бог. Понятно, что это ущербное состояние. Но он даже в этой ситуации боится, боится отвергнуть Бога. Боится. Когда вы общаетесь с опекаемым, и вы чувствуете, что у этого человека нету страха Божьего, что будете делать? что будете делать? Вот нету страха Божьего, что вы будете делать? Испугать? А я думаю, напомнить ему, что в нем есть семя Отца, что он Дитё Божье. Я думаю, что с этого нужно начинать. Страх Божий начинается с того, что мы не боимся Бога, чтобы Он нас не наказал, а мы боимся сделать больно Богу, потому что наш Отец. почему-то человек не боится страха Божьего, потому что он вызов делает. Он делает вызов. Вызов, как подросток, бунтующий против родителей. Вот неправильно, вот так я буду поступать. Хорошо, а если человек имеет страх Божий, ну, он переживает какое-то трудное время, например, подавленность, депрессию, вот как вы к нему подойдете, что вы будете делать? На что вы обратите внимание? Что вы ему скажете? Такое, чтобы быть именно действительно от Бога утешительным. Итак, помолиться вместе, подчеркнуть, что он очень важен этот человек. Ведь сказать, смотри, ведь ты любишь Бога, ты же от Него не отказываешься. это самое ценное. Подчеркнуть ту ценность, которую он имеет. Всегда у человека, в каком состоянии будете находиться, я говорю, христианине, всегда будет что-то хорошее. И мы должны это найти хорошее. И на это делать ударение. Все остальное сейчас неважно. Главное его утвердить, чтобы он не ушел, не хлопнул дверью. Ведь по сути дела Иона ушел от Бога. Когда он понял, что Бог его опозорил, и его пророчество не исполнилось, он же говорил, что 40 дней и Невия будет разрушена. А люди покаялись от его проповеди ужасающей, не понимая, что они просто поверили Богу, а не его проповеди просто. Он хотел их устрашить, а не уверовали. И он возмутился. Он видел, что профессиональное качество пророка опозорено. Бог к нему обращается, а он не слушает его, раз, и хлопает дверью. И вышел за город. Он ушел. Он ушел. Он хлопнул дверью. Он ушел из церкви. Что нужно было делать Богу? Пойти с ним куда? За пределы города. И быть рядом. Быть рядом и видеть, как сначала он строит кущу, потом как появляются растения, потом как червяк точит его, как солнечный удар бьет его по лысине, как тот взывает и просит смерти. И вот в этот момент критический, когда он уже на дне находится последний. Да? Давай подниматься. И тогда поднимаем. Поднимаем его куда? Опять? На встречу с Богом. То есть мы должны понимать, что Бог не оставляет этого человека. Пока на земле Детям Божьим Отец панькается. Хотя очень тяжело, он панькается. поэтому Ио как раз показывает то, что для него ценно. И мы должны тоже показывать, что самое ценное для христианина то, что он с Богом. И даже если он хлопнет дверью, Бог всегда пойдет и за эту дверь. Он пойдет за... Он пойдет. Пойдет, потому что он любит. тогда задаю вопрос, а почему тогда отец не пошел за младшим сыном, который ушел из дома? Почему он не пошел? А может он не пошел? Как вы думаете, где сердце было отца? И с одним, и с другим. И на поле, и там, где-то в чужой стороне. Да? Он был там. Поэтому может нам кажется, что его нет рядом с нами Богом. Он всегда с нами. Потому что помните, мы говорили, что ему интересно, как даже дитя думает. Как думает дитя его. Не только как поступает, а как думает. Что разве не знает, как Бог всемогущий, что мы не только делаем, но и думаем. Он прежде создание мира это знал. но войдя с нами в отношения как отец, он себя ограничивает сознательно, чтобы переживать с нами нашу жизнь. Переживать с нами, быть рядом с нами, когда мы рядом с ними, когда нет рядом с ними. Ведь как отец, например, я сейчас не связан физически со своими детьми. Но сейчас вот я подумал с одного своего сына, вот так буквально сейчас. И я сразу перед собой видел этот образ своего сына. Сразу увидел, сразу ясно увидел. Находясь здесь, я уже там, с ним. Но если я человек могу сближаться со своим сыном, то насколько это реально для Бога. поэтому старайтесь и в своей жизни говорить себе, да, иногда нужно говорить себе, я не один рядом отец. Я не один, он рядом со мной, он знает мои переживания и мысли. стоны мои и радости. Он рядом со мной, рядышком. Его веяние, я чувствую веяние любви. Поэтому Девчон Божий не может быть одиноким. Не может быть одиноким. Если, например, Бог, как святой, не может иметь дело со злом, и мы пошли там где-то в место, где много зла, где много крика злобы, и туда Дух Святой тоже не пойдет, то туда пойдет может быть Иисус Христос, или по крайней мере ангел лица его точно пойдет. Мы со мной будем одинокими. Он поручит нас самому верному из служителей своих. Все равно кто-то будет рядом с нами. поэтому мы должны с вами понимать, что это мы можем уйти от Отца, но Он от нас не уйдет, потому что наш Отец, потому что мы очень ценны в Ех глазах. я думаю сейчас пришло время чтобы что-то очень важное сказали, потому что я вижу что у вас зарождаются очень важные мысли и вы должны сейчас их озвучить. Пожалуйста, кто хочет, по крайней мере я понимаю что где-то три человека уже в себе это как бы уже родили эту мысль и теперь надо ее озвучить. Дайте ее простор, потому что это должно быть для назидания тела Христова. кто первый? Как пороком назначать, да? Так. Хорошо. Наша сестра в сиреневой кофточке что ты хочешь сказать? Да, хочешь, я знаю, что ты хочешь сказать. Скажи, пожалуйста, вот какое ощущение у тебя приходит при мысли, что ты дитё Божье? У меня замечательное ощущение. пожалуйста, озвучь его, что-то же замечательное. Тебе хочется прыгать. Нет, у меня просто покой. Покой, отлично. Отлично, приходит покой. Теперь задаю вопрос, когда приходит буря? Можешь ответить, когда приходит буря твоей жизни? Я понимаю, что она закончится. Да, но почему она приходит? По разным причинам. Ну, пожалуйста, хоть и закопричина зови. Иногда я понимаю, что может быть как-то я неправильно себя повела, и это есть следствие. Итак, ты считаешь, что твои действия привели к буре? Да, бывает такое. Так. Но в любом случае, что бы ни происходило, я знаю, что Бог, даже самое плохое, способен обернуть во благо мне, для того, чтобы сформировался мой характер, и для того, чтобы меня научить. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, кто хочет помочь сестре ответить на вопрос, так почему у нас уходит покой из сердца? Почему появляются бури так называемой страсти? Резкие переживания. Пожалуйста, кто хочет озвучить? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. мы должны найти ключевой ответ на этот вопрос. Я не знаю, ведь ветхий человек где-то пробивается. Ой, опять ветхий человек. То наши дела плохие, то ветхий человек ранен. Пожалуйста, братом, там сестра. У меня мысль такая появилась, что буря приходит в людей человека, когда это дитё Божия пытается повзрослеть, но без Бога, без воспитания. Хорошо. Пожалуйста, сестра еще добавить. Ну, это, в принципе, почти то же самое. Я думаю, что когда человек хочет своего. Своего. Хорошо. Уже ближе. Давайте еще ближе приблизимся. Что еще можно добавить? Еще найти корень проблемы. Мы как душевопущители думаем. Я думаю, что это скорее всего идет воспитательный процесс, и Бог допускает бури в нашей жизни для того, чтобы мы взыскали его и приблизились, и нашли в нем ответ, и возможно повзрослели. Но он рядом с нами. В чем проблема? Укрепить свою веру? Я думаю, что здесь утвердиться в его любви. Мы можем пойти. Может, еще глубже пойдем? Это истинно очень проста. Мы теряемся своего мышления, мировоззрения Бога как Отца. Мы становимся одинокими, поэтому мы боремся сами. Мы просто боремся сами. Проблема заключается в том, что у нас нету отношений в этот момент с Отцом. Мы их разрываем. Может быть, даже и страха нету. Просто когда мы говорим, когда мы размышляем об Отце, приходит покой. Раз, наше мышление пришло, это идея, это учение, это мысль, это откровение об Отце. Я ее принимаю верою. И наступает покой. пусть не сразу, но наступает. А потом через некоторое время этот покой раз и ушел. Почему он ушел? Потому что кто-то вошел в наше мировоззрение, в эту спокойную комнату, как викри. Кто? Какая-то мысль, которая отвлеклась от кого? От созерцания Отца. Это ли взгляд на самого себя, или взгляд на какого-то другого человека, или оценка своих действий, что они плохие, или хорошие. Мы смотрим на ситуацию. Но ведь есть очень важное наставление, например, в послании Якова. Как раз оно и отражает тот смысл того, почему приходят эти бури в нашу жизнь. Мы читаем с вами очень важное наставление, первая глава с 17 по 18 стих. «Всякое даяние доброе и дар совершенный», это то, что ведет к зрелости, «нисходит свыше от Отца Святого у которого нет ни изменений, ни тени, перемены, восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». А сейчас я перефразирую эту отрывок. Ты думаешь, что это тьма, которая тебя окружила? Нет, это не тьма, это свет. И больше, свет, здесь как бы много источника света, святов. И этот свет исходит от Отца. По-новому посмотри, это не тьма, это источники света, исходящие от Отца. Да, именно от Отца, потому что Он тебя родил. И Он хочет дать тебе подарок, самое лучшее, что ведет тебе духовные зрелости, потому что ты должен вырасти и стать первопроходцем, за которым пойдут другие, младшие братья. Мы думаем, что это тьма, значит, там Бога нет. Но давайте с вами вспомним первую главу книги Бытия. Начальство друбок неба и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Но что за откровение дальше, смотри, и Дух Божий носился над водой. Значит, не одиночество. Просто во тьме надо увидеть парящего Духа Святого. По крайней мере, там точно он есть. Но и отец-то есть. И тогда что дальше происходит? Эта тьма заменяется чем? Светом. И отделяет он тьму от света. И тогда видно и Бог остановится. Мы видим, как Он обращается, да, Он уже действует. сначала мы слышали, да, будет свет. Видим, как свет встал, да, все засияло, мы увидели Бога Творца. Следующее, уже не слышим, потому что Он говорит, да, мы уже видим Его, мы уже во свете. Тьма ушла. А что, разве Бога там не было? Был. Кто напоминал о Боге? Дух Святой. Кто нас соединяет тогда, когда мы не чувствуем, что с вами рядом Отец? Святой Дух, Он нам говорит, что мы дети Божьи. Значит, я должен себе напоминать, руководствовать Святым Духом, проходя тьму. Я не один. И сразу нужно направить себя куда? на Отца. Направить на Отца. Поэтому не нужно обманывать себя, а нужно говорить себе правду. Если Он восхотел, родил меня словом жизни, и во мне находится его семя, значит, он со мной. Но тьма может быть временно отделяет меня, но должен его во тьме, видеть его. И мне это напоминает Святой Дух. Он парит. Он заботился, чтобы связать меня с Отцом. И потом раз приходит свет, проходит время, и я начинаю понимать, что это не тьма, это свет. Поэтому для меня неважно свет или тьма. Для меня важно, чтобы там был отец. важнее для меня отец. Потому что во время света может я увидеть могу не лечиться света, а отца нет. Это трагедия, на которую хочет нам указать дьявол. Ведь задача жены было сказать похули, похули Бога и умри. Его тут нету. Потом зажигается свет в в аду, находясь как богач, увидел трагедию. Поэтому неважно, что мы проходим, а важно, куда мы смотрим, когда проходим. Кем мы руководствуемся? У нас есть Слово Божье. Это Иисус Христос, который нам может помогать и понимает, как нам помогать. А друг Дух Святой, который нам напоминает, кто мы есть, кто мы есть. А значит, у нас есть связь, связь отношения с Отцом. Есть эта связь. В этом я хочу вас взбодрить. Мы с вами не сироты. И никогда не можем быть сиротами. вот 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 на что указывает книга, которую мы с вами изучаем. Вот почему мы готовимся к очень важному шагу, который будем делать завтра. мы завтра будем помогать Иову, как опытные душопопечители, стоя на месте друзей, слыша то, что он делает, что он говорит. Мы будем с вами где-то молчать, а где-то мы будем его помогать искать Отца. Мы будем помогать ему. Для нас Иов будет стать возможно первым опекаемым и все вместе мы будем помогать ему. и быть Божьими представителями, чтобы таким образом помогая ему в таком общем процессе общения мы помогли самим себе. Ценность душопречителя заключается в том, что когда, например, я встречаюсь с кем-то, то я не думаю о нем, об этом человеке. Я думаю об Отце и моих отношениях с Ним. потому что только в таком случае я смогу помочь этому человеку. Только в этом случае. Потому что имея отношения с Отцом, я начинаю подражать им отношениям, строить отношения с этим человеком. И я в какой-то степени поступаю как Иисус Христос, что видевший меня видел Отца. Я думаю очень важная мысль, на которой мы сейчас остановимся. Спасибо. У него же факты налицо. Он же помнит себя и знает мотивы своего сердца, что он невиновный. Понятно, что некоторые недоработки у него были жизни. И однажды он говорит Господь, не вспоминай грехов юности моей. Ну, это же было в прошлом. Но последнее, последнее, то у меня нормальное. Он ведь так невиновный. И он не может себя обмануть, что он виновный. И дело в том, что враг хочет нас обмануть и сказать, что мы виновны. А вот теперь ситуация. Смотрите. Мы рассматриваем ситуацию, которую вспоминает апостол Павел, который он переживал в свое время. Послание Кринус, 7 глава. 7 глава. Вот он приходит к вам, опытному душопопечителю и рассказывает свое переживание. Что же вы ему скажете, слушая его? Итак, давайте послушаем апостола Павла. 7 глава. 14 стиха. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан грехом. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делают, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, то на живущего мне грех. Что вы, слушая вот такое свидетельство, сказали о человеке? Раздвоение личности. Правда? А почему вы бы подумали так? На что вы обратили внимание? Что я не делаю, не я делаю, а есть что-то инородное, в нем, что своевольно делает. То есть не он это делает, это не его сущность делает, а есть вот тот, вот тот он называет грех, который делает все. Потому что не я делаю то, но живущий во мне грех. Если же не делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, не я делаю, но живущий во мне грех. живущий во мне грех, да. Грех грешит. Видите, какая проблема возникает. и так мы знаем, что в человеке есть семя, да, новый человек. Но там живет еще и ветхий человек. И что, оказывается, он имеет самостоятельные действия. Иногда вы беседуете с кем, и вдруг вас ни с того ни сего как понесло. Ни с того ни сего что-то ляпнули такое. А вы даже об этом не думали. ничего себе, вот это я христианин. И теперь этот грех, который находится у вас, начинает развлекаться и говорит, а что ты виноват? Он натворил, а вас обвинил. Друзья мои, мы должны понимать, что мы с вами представляем собой я, да, это наша сущность. В нас живет ветхий человек, который можно отразить со словом грех. Грехи это последствия греха. И в нас живет новый человек, который не грешит. Теперь задаю вопрос, о котором мы с вами уже сегодня говорили с вами. Так когда же перестанет вот этот грех командовать мною и грешить, который новый человек станет больше и будет не грешить, да? А будет проблема, будет все равно проблема конфликта, да? Как же решил эту проблему, например, в своей семье, например, берем такой Авраам, когда была проблема между Исааком и Измаилом. Что он сделал? Отпусти. Что нам нужно делать с нашим грехом, чтобы не было конфликта? Что нужно сделать с ветхим человеком, чтобы не было конфликта с новым человеком? Надо его отправить куда? На крест. Поэтому в 6 главе и говорится о том, что мы что-то должны узнать. сказано так. Что же скажем, оставаться нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса, смертью его крестились? Итак, мы погребли с ним крещение и смерть, дабы как Христос воскресли с и мертвых славой Отца, так и нам ходить в одновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий человек распят с ним, что было упразднено, то есть не действовало тело греховное, дабы нам не быть уже рабами грехов. Итак, апостол Павел говорит, слушайте, а почему в этом болоте живете? можно представить слово грех, да? Что в этом болоте, в этой навозной куче крутитесь? Что, в этом ничего делать? Что, вы разве не знали, что вы уже, для вас эта навозная куча не существует? Почему вы ее создали? Вы однажды для нее умерли. Вы приняли крещение и вас похоронили. Все, вы умерли. вы умерли, вы перешли во Христа. Все, вы были, образно представим, вот в этом, да? Потом вас взяли и перенесли в это. А что вы сюда опять возвратились? Да, конечно, этому есть механизм. Сначала вот это царство тьмы начинает нас завлекать и показывать, что здесь хорошо. И мы выбираем новые отношения, да? И тогда мы не переходим на эту сторону. Если мы выбираем отношения со Христом, если мы с вами находимся в этой любви отца, то зачем нам идти в рабство? Правда? Но если мы здесь с вами пришли сюда, приняли крещение, не переживаем сыновства, и нам здесь говорят, а вот здесь будет твой отец, вот здесь отец. Грех отец будет, да? То что мы невольно придем куда? К отцу. Обратно мы возвратимся. И вот там-то проблема, и поэтому Павел говорит, слушайте, я вас не могу понять, а почему вы тут находитесь? Почему вы с чужим отцом дело имеете? Почему вы живете в доме греха? В этой навозной куче? Почему вы там живете? Не понимаю вас. Вас однажды переместили в царский дом. Я прихожу сейчас к вам, а вы в навозной куче крутитесь. Почему? Почему это произошло? Почему? Потому что внутренне человек не пережил отношений. Не развились отношения с отцом, остались старые отношения, которые более приемлемы. Поэтому крещение это не обряд просто, а это смерть для старых отношений. Мы умираем для греха. Все, мосты спалены. И воскресаем для нового, для Бога. входим в царство отца. Все. И когда нам начинают говорить на другой стороне, слушай, переходи сюда, здесь у нас много выгод, то мы говорим, нет, у меня самая лучшая выгода это мой отец. Я в доме своего отца. Да, возможно, нам придется пойти в это царство как миссионеры, но мы пойдем в сердце, в своем сердце с отцом туда, чтобы была незримая связь с Духом Святым, когда мы несем служение на чужой территории, как Христос. Слово стало плотью, обитало с нами на чужой территории. Для чего? Чтобы из единородного стать таким первородным. Чтобы приобрести многих детей и вести в царство возлюбленного, сына своего, а значит и отца. но сначала нужно закрепиться во Христе, да? Нужно закрепиться в доме отца. Закрепиться, усилиться, а потом получить посланничество, наполненным и пропитанным отцом, понести отца в этот мир, как миссионеры. И выполняя миссию, помочь другим уже выйти и войти в царство как дети перед рождением свечи. Вот тайна. Тайна того, что мы не можем обмануться миссия. Нам не нужно обманывать, что мы живем в царстве греха, навозной кучи. Мы должны знать, где мы живем, если мы дети. Мы должны жить, понимая, что мы живем, если дети Божьи, если у нас живет семья отца, значит, мы находимся уже в доме отца. Если же в нас находится семья греха, и он грешит, и нас еще обвиняет, тогда где мы находимся? В доме греха, значит, у нас проблема отношения с отцом, значит, мы не переживаем этого сыновства. Поэтому очень важно понимать что мы не можем обмануть себя. Но в то же время мы не должны обмануть себя, когда мы грешим. Ио, он знал, что он невиновный. А если мы грешим, что надо делать? Исповедоваться. Кому мы исповедуемся? мы открываем желание своей Богу, то есть Отцу. Но что учит нас Слово Божие сделать? Кому мы исповедуемся? Иногда мы исповедуемся друг при другом. Да, мы приходим исповедуем первосвященнику Иисусу Христу. А почему мы приходим не к Отцу? Да потому что мы уже в доме Отца. Но нам нужно наладить отношения. Кто нас будет друживать опять, вводить к Отцу? Кто? Иисус Христос. Он же связующее звено. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Если я согрешил, то я разрываю связи своих отношений с Отцом, но отец со мной рядом. Но я уже его не чувствую, я тьму и мрак. Тогда я к кому обращаюсь? Я обращаюсь к Иисусу Христу, Духами Святыми, и Он помогает мне возвращаться к Отцу. Поэтому мы исповедуемся, Он вылечит и верене правдой, Он пишет нам в руки наши, и учится на всякой это очень важно понимать. Мы все равно остаемся до смерти в доме Отца. Какие бы мы ни были, куда бы мы ни уходили, но мы остаемся в сердце Отца. Это очень важная вещь. Он не оставляет нас. Мы можем оставить свое мировоззрение, свое представление, мы можем забыть о нем, чем-то другим быть наполненным. Но это наше субъективное переживание. Но реальность Он с нами. Не тьма просто, и мы одиноки. Нет. Даже тьма. А Он рядом с нами. Потому что Он Отец. Он Отец. Он Отец. Мы не должны обманывать себя. Мы должны признаваться, когда действительно нужно исповедоваться пред Иисусом Христом. Если я чувствую, что нету связи с Отцом. Что надо делать? Бежать к Иисусу Христу. Под Его кровь очищаться. Под действием елей Святого Духа. Чтобы меньше было шрамов и ложных огней сердца. Тремлений растений. Если что, ты меня отрывает от Отца сразу к Иисусу Христу. И тогда да, 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 да. Потому что даже казалось, я пребываю в доме Отца, но я живу так где? В другом доме, в доме греха. Потому что Отец у меня будет грех. И я буду отдавать уже не греху как раб уже, не как сына, как раб. Я в рабстве. Поэтому Павел кричит, кто освободит меня от всего тела смерти? Ответ Христов. Итак, нет никакого осуждения, который живет не по плоти, а по духу. И нет отношения с кем? С от с с с с с с с с нет осуждения. Друзья мои, вот это вот очень важная вещь истины. Мы должны не обманываться. Потому что мы попадаем под обольщение греха, и Он говорит, нет, все, все, отец от тебя отвернулся, он же святой, ты грешный, все, нету отношений. Он остается рядом с нами, это мы оторвались от Него, мы разделились с Ним. А Он с нами, Он ждет нашего возвращения. И у нас есть только одно. Если исповедуем грехи наши, то Он будучи уверен и праведен и праведен и праведен и праведен и праведен. Нас примиряет Иисус Христос. Нас соединяет с Отцом Иисус Христос, когда мы разрушаем отношения к Отцому. И мы в любое время можем прийти к Иисусу Христу. В любое время. Почему? Потому что Он занимает место примирителя. Потому что Он знает, прошел весь путь, Он был искушаем во всем, кроме греха. И Он знает, как нам тяжело. И Он знает, как нам помочь, потому что живет среди нас. Он видел людей, Он видел страсти о них, Он переживал многое, победил многое себе, как истинный человек. Но видел, как другие проигрывали. Он переживал человечество в себе. Поэтому Он знает, как нам помочь. Он знает, как нас соединить. Но это нужно только желание. Поэтому всегда запомните, есть надежда возвращения. Есть всегда надежда для сына, который ушел далеко. возвращение есть. Правда, конечно, мы видим, что старший сын не захотел выполнять миссию Иисуса Христа и соединить. Не захотел. Ведь по сути дела можно было пойти старшему брату, младшему, и тот бы ему все выпукав рассказал бы, тот учешил бы и привел бы его домой. Мог бы, если были бы отношения любви и заботы, это было миссионерство. Сильный, действительно, вот тот сильный, который себе не угождает, но видит другого согрешающего брата. Он идет за ним туда, помогает строить с ним отношения, он занимается душепопечительством и потом что? Приводит к Отцу. То есть мы выполняем ту миссию, которую выполняет Христос. Мы подчеркиваем, что мы взрослеем в образ полноты возраста Христова. Того, который соединяет других. Пожалуйста, давайте еще пойдем дальше. Итак, очень интересное высказывание, которое я здесь записал. В то время, как друзья Иова рассуждают о битве добра и зла, кстати, и мы так иногда смотрим на книгу Иова, да, как битву добра и зла. Сам же Иов вовлечен в куда более страшную битву между добром и добром. справедливостью Бога против невиновности Иова. Вы можете вместить это выражение? Ведь мы думаем, что Бог воюет с Иовом. Бог воюет с Иовом за Иова, а не против Иова. Потому что сталкивается добро и добро. Только добавим совершенное добро и несовершенное добро. Справедливость Бога и невиновность Иова. Вот почему Иов не может себя назвать грешником. Я вам хочу сказать, вам попадаются такие люди, которые будут вам доказывать, что они невиновны. И в то же время они не смогут обвинять Бога. И вот как вам объяснить тогда такую ситуацию? И тот невиновный, и тот невиновный, а почему такое происходит? И как мы можем решить эту проблему? Как мы можем решить эту проблему? мы должны с вами видеть ужасную, страшную битву между добром и добром? Это самая страшная битва, я вам хочу сказать. Легче воевать, да со злом. Правда? А вот как воевать с добром против добра? Достигая лучшего. Правда? Ведь хорошее это враг лучшему. Да. Вот именно Бог хочет сделать Иова еще лучшим. Ключевое слово посланник евреям лучше. Лучше. Поэтому Иов не понимает, что Бог его ведет на новый уровень отношений к лучшему. Бог не хочет его держать на уровне господин слуга. Хотя это вроде нормально. Но надо дальше вести. Почему? У него должны развиться, как мы говорили, отношения с детьми. Правильные отношения. У него должны развиться те качества, на которые будут подражать дети и внуки, а потом еще внуки. Он должен стать первопроходцем, за которым пойдут другие. Помните, мы говорили, как начаток нового создания. Он должен быть первопроходцем. Поэтому мы с вами должны понимать, мы не можем измениться. Бог меняет нас. А как он нас меняет? Уча нас тому, что мы должны каждый день умирать и воскресать. По сути дела, каждый день в нашей жизни происходит битва не между добром и злом, как у нас. Ну, если, конечно, мы пребываем в доме отца, имеем отношения с отцом, и не пребываем в доме греха, они разделены с ним. Если у нас все более нормально, то у нас идет битва за нас, что мы стали на новый уровень, выросли, стали лучше, именно повзрослели. Поэтому каждый день мы призываем с вами умереть, и каждый день мы призываем с вами воскреснуть. Теперь задаем вопрос, а как это происходит? Скажите, пожалуйста, что напоминает физический сон? Смерть, а пробуждение воскресенье. Итак, каждый вечер я могу хоронить все свои недостатки и умирать. А утром я просыпаюсь с новой, то есть я все отдал, я старый Игорь остался вчерашним днем. Потому что запомните, вы вчера были одни, просыпайтесь, у вас есть другого настроения. Вас обратили внимание? Потому что это действительно так. мы стали другими. Наши клетки некоторые умерли, а некоторые уже выросли. И возможно там какая-то извилина появилась в уме. И в духовном смысле тоже. Поэтому смерть это разделение. Это те вехи, которые нам помогают разделять. Следующая вечеря Господня это тоже возможность похоронить старое, то, что накопилось. Чтобы потом, принимая вечеря Господне как новое творение, как живое, воскресшее из мертвых, быть в доме отца и иметь с ним общение. Каждый год мы с вами можем это тоже делать, оценивая прожитую жизнь, похоронить год, те недостатки в этом новом свежем. как вы думаете, почему Бог говорит, что Израиль должен наблюдать особые дни, мои дни, он говорит, мои праздники. Почему? Почему утреннее и вечернее жертвоприношение, точнее, вечернее и утреннее жертвоприношение? Почему? Для того, чтобы Израиль умирал каждый день. Для чего нужно было субботнее всесожжение дополнительно, чтобы они не умирали и отдавали все, чтобы на протяжении недели. Почему нужно было Новый год? Понятно, чтобы убирать и давать новое. Да, по сути дела, уже тогда этому учил Господь. Но так как это мы относились к обрядам и несмотря на это душопопечительство, не видели содержания, а только усматривали форму, то и получилась трагедия, что это превратилось только в что? В религию. Потерю отца. Который так был близок, но, к сожалению, его так не увидели. Поэтому и мы с вами можем тоже попасть в эту религию. А значит, уйти из дома отца, попасть по власть этого греха, сначала не покажет себя как грех. Нет, он будет очень хорошим. Он будет вас кармировать, чтобы потом съесть. Поглотить потрохами. Поэтому мы с вами должны помнить, у нас есть возможность каждый день сотрудничать с отцом. Помнить, что борьба идет между добром и добром. и нам нужно стать лучше. Как? Мы сами лучше не можем стать. Поэтому нужно умереть физически, попорожаясь. Люди спать, отдавшись все в руки Бога, в объятие отца. утром дает он сон, когда мы все отдали к кресту. И мы лучше спать. А утром пробуждаемся и принимаем эту милость, которая обновляется каждое утро. И наслаждаемся этой жизнью. Потом где-то раз происходит с нами действие такое, которое нас разделяет со всем. Что мы делаем? Режим в Кисусе Христа. Но так как уже много таких действий в течение дня происходит, то вечером что? Берем в охапку все и ко Христу и спать. И утром опять. И мы учимся, учимся и каждый день я умираю и воскресаю. И приходит воскресное служение или субботнее служение и что? я заявляю какое творение, где я нахожусь в каком доме. Я прихожу в дом Божий и я заявляю, что я нахожусь не как религиозный человек, а как дитё Божье. Я пришёл в дом отца моего. Вот сущность свидетельства субботнего поклонения или где-то воскресного поклонения. Вот сущность вечерей Господней, когда мы за этой трапезой братья и сёстры собираемся вместе, старшие и младшие братья, собираемся на этот брачный пир. Вот сущность того откровения, когда будет вечеря на небе в присутствии Отца Иисуса Христа. Разве что-то лучше может быть? Да, если бы Иов был хороший душевый учителем, то возможно всё было бы не так в его жизни. Намного бы легче было бы пройти этот труд воли, мрака, тьмы, когда казалось, он говорит, что я один, а он не один, он с отцом, ему нужно рассказать. И завтра мы будем с вами помогать Иову находить Отца. Завтра мы будем помогать ему, когда он будет проходить определенные моменты, иногда мы будем просто молчать и просто его обнимать, а где-то нужно будет направить его и сказать что-то очень важное, такое, чтобы проникло прямо глубоко в сердце. А что? Я думаю, время, которое мы будем проводить завтра будет это особое время, но давайте уже сегодня готовиться. У нас сегодня было особое откровение, особое откровение того, что касается наших взаимоотношений с Отцом, нашего пребывания в Доме Отца, нашего исповедания веры в том, что мы находимся в Доме Отца. И если мы этим наполняемся, мы должны это развивать, потому что возможно завтра или послезавтра Бог пошлет нам, если не Иова, то друзей Иова. А может быть, поросенка, который выбежал, недорезанный, и который будет хрюкать и доказывать, что он много что знает. И нам нужно главное его не зарезать, не спугнуть, а обнять и сказать, что ты не поросенок. ты дитё Божье и доказать ему, что он дитё Божье. Доказать ему, донести ему это Евангелие, что он дитё Божье, что он находится в Доме Отца, а всё, что он придумал, это просто фантазии, которые только уничтожают. И Бог с ним не воюет, а Бог его воспитывает. Борьба между добром и злом это воспитание Отца, воспитание в Его любви. Субтитры Субтитры